Хорошего вечера. Кстати, сегодня же пятница. Хорошего вечера пятница. Будьте осторожны, берегите себя. Обещаю, выпусти этот ролик в пятницу. А теперь нет выбора. Это я еще число не сказал, что ты сегодня выкладывал. Все, пока-пока. Всем привет, привет, привет. С вами канал Марс Клуб. Канал хороших настроений и отличных людей. В моем телефоне есть такой человек, который написан как Акинтошин, даже без имени, потому что я знаю, что его зовут Илья. Это Илья. Илья, представься нашим новым зрителям, которые ранее тебя не видели. Всем привет, меня зовут Илья и действительно я представляю бренд Акинтошин в нашей стране. Ты бренд амбассадор? Да. Итак, Илюш, рассказывай, что мы будем сегодня дегустировать, что пробовать? Мы обязательно попробуем то, чего мы не сможем попробовать больше нигде сегодня. Нигде сегодня это вам? Нет, нигде вообще никогда, только сегодня мы это с вами попробуем. Есть такие напитки? Есть. Но прежде мы попробуем. Та-дам, подожди, подожди, покажем нашу императору. Это какая-то бутылочка, которую ты привез с контрабандой? Да, это действительно контрабандой. Слушай, не говори, так смотрят таможенники. Вырежем. Что это? Это новый спирт, сделанный на дистиллерии Акинтошин. Один из самых крепких спиртов, который используется для производства односолдовой виски в Шотландии. То есть, в этой бутылочке тот виски, который перед тем, как... Тот спирт, который станет виски после выдержки. То есть, подожди, сначала проходит дистилляция, и вот этот дистиллятор здесь... Да. Как сейчас он называется вообще правильно? Нью-мейк. Нью-мейк. Нью-мейк спирит. То есть, он еще не до виски? Это не виски. Вообще нет? Минимум три года в дубовой бочке по закону Шотландии, и это уже станет виски. А его, то есть, невозможно купить в магазинах? Нет. А в Шотландии они продают его? Вообще, производители даже так, на руки на дистиллерию неохотно дают новые спирты. Максим, дают там попробовать, но вот получилось, пока все отвернулись, там чуть-чуть слить себе, да. Кстати, я читал в книге «Откин от Мухаммеда», в которой он пишет, книга называется «Виски», что он приехал на дистиллерию и сказал, ребята, дайте мне попробовать. Ему сказали, не, чувак, нельзя, потому что у нас сразу заливается в бочки, то есть попробовать это вообще невозможно. На какой дистиллерии ты взял вот этот? На дистиллерии Акинтошин. Акинтошин? Ааа, ты сказал, на морскую клуб повезут. Чувак, мейк. Ну да, да. Сразу, ладно, тогда можно, тогда можно. На морскую клуб. Ну давай, открывай только, там можно. Таинственную бутылочку. Ты это, видите, совсем чуть-чуть. Открывай в упор. Совсем чуть-чуть, тут даже полный. Не успел налить пока все. А пока все отвернулись, то есть дыгинь. По чуть-чуть. Да можно и понюхать. Конечно, конечно. Нужно. Крепость 83%. Да ладно? Блин, какой аромат вообще. Один из самых крепких экспертов, который, ну, 83. Используется, да, для производства односолодового виска. А 83 это вот и заливается потом бочка? Нет, мы разбавляем до 63,5. То есть бочка заливается. 63,5. А это вот тот 89. Это вот, слушай, давай я заберу. Я буду своим друзьям сказать, у меня есть New Make. А у вас нет. А у вас нет. Сначала попробуем. Давай сначала попробуем. Ну, прям по капельке. Оп. Ну, нет. Ну, слушай. Маленькая, слишком. Итак, это New Make. Спирит. Блин, ну, давайте понюхаем. Лично по мне, пахнет виноградом. Есть немножечко. Прям вот нержит? Очень легкий аромат для 83 градусов. Да вообще. Слушай, ну, я дегустировал. Давайте за кран, пока это ангелы. Ангелы. Доминикальские. А вот сейчас спирт пошел. А ты специально поцелу Глинкерна с Акинтошином, да? Так неизначай рекламируешь. Нет, это все случайно. У меня просто других нет. Так само было сейчас. Илюш, неужели, а ты сможешь это выпить? Конечно. Да ладно. Итак, это почти спирт. Давай. В смысле почти. Ну. Хорошо. Очень сладкий. Попробуй. И ни в одном глазу. Смотри, у него даже не дрогнуло ничего. Ну, ребят, 83. Впервые на канале «Морсклуб». Мы пьем 83. Я когда-нибудь думаю, что до 96 дойдем с такими-то. В следующий раз. Почаще в Москву приезжайте. И не такое попробуем? Ну, ты меня пугал. Ты меня пугал. Ну, ты знаешь, мурашки подняли. Я не могу сказать. Кстати, я даже могу говорить. Я не могу сказать, что это меня ошарашило, что это мне ударило, что это мне бомбануло. А ты правда сказал слуховатым? Да. Оно спиртонное. Формула очень похожа. Формула лиза. Ну, сейчас зазгло вот такая. Прогревает. А то как раз на улице погода испортилась. Холодает. Холодает. Слушай, ну всё нормально. Я думаю, мы можем заканчивать съемки нашего ролика. Ну, давай поглоточку. Поглоточку водички. Слушай, ну он приятно. На вкус или будем? Зачем выдерживать? Я не понимаю, что они его держат. Три года он еще добился, да? Минимум. Минимум три года. Как правило, односолодовые выдерживают подальше. Ну, то есть трехлетних односолодовых практически не выпускают. А кинтоши не выпускают трехлеток? Нет. Да ладно? У нас нет трехлеток, да. У нас минимальные от Америка Нока, ну, где-то в среднем от 6 до 8. Слушай, ну давай так. Так, ты человек скромный и давай так, не рекламой ради, а просто чем Акинтоши принципиально отличается от других? Вот этим. Вот этим. В спирты проходят тройную дистилляцию. Ну, как ирландцы. Да. То есть обычно же в Шотландии две дистилляции. А урландии две? У нас всегда три. Вот это вот мы попробуем. Чем это обусловлено? В маркетингах или специальных технологиях? То есть точно сейчас никто не знает. Если честно, в какой момент даже начала использоваться тройная дистилляция? Некоторые считают, что с самого начала, с основания это далекий 1823 год. Ну, и алиссендию получили. Начали работать раньше, как и многие втихаря. Я читал такую историю, я не знаю, насколько она правдива, что ирландцы вынуждены были делать тройную дистилляцию, потому что у них зерно там не дозревало, что было недостаточно вкусно. Есть. Такая версия. В Шотландии в начале 19 века тоже часто использовали тройную дистилляцию, потому что из-за разных законов, не помню, мне кажется, мы говорили об этом в прошлый раз, из-за разных законов качество было не очень для него, чтобы улучшить качество спирта, перегоняли третий раз. Это самый простой способ улучшить качество. Я понял. Хорошо. Юлеж, ну попробовали, как скажем так, первокарно. Кстати, в этом же тоже, при дистилляции отбирают и голову, и хвосты, как настоящие самогончики. На второй и третьей дистилляции. На первой не забирают. А, то есть первая дистилляция просто получает спирта сердца. Да. И на второй, на третье отбирают головы и хвосты. Причем головы и хвосты повторно идут на эту дистилляцию. На третью? Нет. Ну, то есть после второй отобрали головы и хвосты, сердце ушло на третью, а головы и хвосты опять во второй куб. А, еще раз дистиллируется. Я понял. Выжимается максимально количество вкуса. Конечно. Зачем такой вкусный напиток? Хорошо. Давай так, раз уж ты заговорили о барландском виске и о виске шотландском, принципиальная разница. Ведь и тут три, и тут три. То есть все меньше и меньше разница между ирландским и шотландским виске пауча именно у вашего бренда. Пожалуй, да. А какие вообще отличия еще есть? О которых буду обозначить сейчас. Ну, основное это как раз именно тройная перегонка, что делает кинекальный спирт. Мы очень бережно относимся, очень тщательно подбираем бочки. Ну, как, я думаю, все производители, да, потому что бочки составляют не менее 50, наверное, процентов вкуса конечного продукта, да. Поэтому все очень тщательно. Вот мне, перед началом ролика, я с Илюшей, когда настраивались на съемки, я с Илюшей говорю, «А вкусовой профиль виски от чего зависит?» Он мне так сказал, «Че?» Я говорю, «Я не…» Это есть вообще о чем? Да, о чем ты ему говоришь? Где? Да, где я, кто я? Я просто… Ну, составляющие, вот что влияет, по твоему мнению, на вкус и качество виски? Какие основные составляющие? Зерно, обязательно, естественно, зерно, да, из которого мы делаем, дальше, дрожжи. Что, может быть, это не просто зерно, а процесс соложения? В том числе. Ну, во-первых, сорт зерна, а дальше уже соложение. Как мы это делаем? Естественно, тут возникает самое главное отличие дымного от недымного виски именно в процессе соложения, да. Если мы производим этот процесс с применением торфа, соответственно, мы получим дымный аромат. И можно уже использовать много торф, можно меньше торфа, да. А на кинтошник как золотят? Без применения торфа. То есть, у нас дымного… Ну, я слышал, как газ пришел в Шотландию, Ирландию, то есть, стали отказываться от торфа, потому что это гораздо дороже, да? Да, да, газ дешевле. Ну, на вкус-то это… Так, ладно, хорошо зерно, а потом? Ну, процесс соложения, да. А потом дрожжи. Дрожжи все-таки. Ну, конечно, это очень важная составляющая. Для нового спирта считается, некоторые считают, что 55% вкуса, именно нового спирта, мы до БОЧа писем. 55% вкусного спирта – это из-за дрожжей. Ну, так считают некоторые. Представляете, 55% вкусового спирта – все-таки культура дрожжей. Дрожжевая, да. То есть, вот люди задрачиваются, заморачиваются. Очень. И это держится в секрете. То есть, у каждой вискокурни, насколько я читал, да, что свой штамп дрожжей, правильно это? Штамп, да? Штамп дрожжей, которые они постоянно культивируют и стараются не изменять. Ну, так или иначе меняются. Где-то находятся новые, постоянно выращиваются новые штампы дрожжей. Да, вот на данный момент мы используем дрожжи из ЮАР, например. То есть, вы… Штамп, да. Ну, то есть, специальные лаборатории, в которых вот там смотрят… Да, да, изучают. Изучают. Потом, раньше использовали часто пивные дрожжи, сейчас нет. С 2005 года нельзя использовать пивные дрожжи для производства виски. Так, значит, миллерно, процесс сложения дрожжи, ну, разумеется, наверное… Процесс брожения… Сам процесс брожения. Помимо дрожжей некоторые используют, например, бродильные чины, изготовленные из дерева. Чаще всего орегонская сосна используется. Некоторые используют из столя. И считается, что тоже влияет, но точно никто сказать не может. Каждые свои доводы приводят. А у вас… У нас деревянные. А, деревянные. У нас деревянные сосны, 4 бродильных чана. Я раньше думал, ну, брожение, брожение так проходит. А этот чан 38 тысяч литров объемом запикается, да, потом? Почему запикает? А, на этот YouTube можно. В YouTube все можно, да. Вот, да, 4 чана 38 тысяч литров. И все… Ну, а дальше уже процесс дистилляции. Дистилляции, да. Так, ну, ладно, чаны, что еще влияет на вкусовой профиль дальше? Дистилляция. Там просто дистилляция, да. Какие перегонные кубы мы используем? Объем, форма. На самом деле, производители настолько заморочены к этому относятся, что считают, даже каждая вмятинка на перегонном кубе, которая образовалась со временем, может влиять на вкус. И если они делают новые перегонные кубы, некоторые производители настолько заморочены, что они воссоздают эти вмятинки. То есть, точно так же, как вот был предыдущий, чтобы, не дай бог, не изменился. Вмятина была на этом месте такой же глубины. Да. Я читал, что один дистиллер запрещал даже сметать паутину. Заморочка какая-то. Какой-то прямой, вообще какая-то ромальная куча. Ну и потом, соответственно, конечно же, бочки. Конечно, бочки. То есть, вот для меня было, честно говоря, откровением, что дрожжи могут влиять настолько сильно именно на процесс брожения. Так, ну и... Хребнем. 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 Мне нравится этот, брат Абасадор. Давай, Илюш. Но на этот раз открывать не я. Хорошо. Раз уж надо. А что это лишь? Это наш релиз. Блаток. Блаток? Блаток, да. Блатной дуб. Кровавый. Блуд, да. Кровавый. Блуд, да. Кровавый дуб. Охренеть историю. Кровавый, да. Здесь, на самом деле, раз уж мы в таком месте сегодня снимаем винным бутылки. В винном до поглуби. Да. Я решил прихватить вот эту бутылочку, она с довыдержкой в бочках из-под Бурдо. Из-под Бурдо? Поэтому, скажи-ка, потому что мне вот эта цифра 46. Я хотел сказать, баба ягодка опять, но он с вами никак не лепит. Вот. Да, оверпрофон чуть покрепче. Чуть покрепче, да, на 6 градусов. Два вида бочек. Пошли по 80. Да, да, да. Здесь два вида бочек. Говорят, понижать нельзя, блин. Ладно, в следующий раз попробуем. А теперь вторая серия. А теперь вторая серия. А мы еще не видели. Вот. Так. Открывай. Здесь два вида бочек. Бочки из-под Бурбона. Можно я буду открывать? А ты рассказывай. Мне очень нравится открывать дорогие напитки. Потому что просто вот у меня эстетическое наслаждение. когда вот тянешь за кончик вот этой ленточки, она открывается, открывается и там. Па-пам! Буковка А. Мне нравится, когда производители очень тщательно заботятся о внешнем виде своего продукта. Многие говорят, вот, анарголептика, органолептика, да? Что такое органолептика? Это же не только вкус, запах. Конечно, конечно. Это, опять же, глазками. Тактильное ощущение. Да, тактильное, правильно. Ручками подержал, глазками посмотрел. Блуд, уак, кровавый дуб. Какая-то романтичная история, наверное, где-нибудь кого-нибудь под дубом зарезали. Да, на самом деле, нет. Просто он получил название, глоток, как раз, кровавый дуб, за счет своего цвета. Потому что до выдержки в бочках с под Бордо дает. Вот ему характерный такой. Слушай, ну да, Бордо это красная вина, правильно? Красная французская. И сначала в чем оно? Сначала в бурбоновых бочках, а дальше... Как всегда. Ну, как ноги. Как ноги, да, да. А дальше Бордо. И сейчас мы сделаем очень интересную вещь. Интересную? То есть сольем обухать не будем? Как потом. Сначала попробуем просто. Вот. Тут две бочки. Попробуем понять, как бочка с под Бордо. Влиял он мне? Тут интересно уже твое мнение. Слушай, ну ты уже постучал мне в голову. Своими там, это бочка с под Бордо. Ты об этом сказал уже раза три. Поэтому... Еще скажем? Ну, честно сказать, я по вину не эстет рафинированный. Я в вине нифига не понимаю. А какой любимый напиток? Мой? Да. А то, по мне, да, по мне. Я обычно, знаешь, как отвечаю на этот вопрос? Все зависит от компании. Вот мы сейчас с тобой сидим, да, это вот классный напиток. Я буду сидеть в другой компании. Для меня нет любимого напитка. Это все равно что. А какой твой любимый вид картофеля, который ты любишь пить? Чего это за труд? Я начал пытаться вспомнить виды картофеля, которые не знаю. Так, да. Поэтому... Незамедлительно выпил, да? Ух ты! Охренеть! Вот это... Я считаю, что бочки из-под вина не заслуженно мало используются в Шотландии. Ну, скажи, это Шотланд. Ну, что ты мне говоришь? А я им говорил. Взяли моду. Бурбон, херес, вино. Отлично, Джин. Великолепно. Правда великолепно. Вот бедный наш оператор. Терпи, дружище, мы тебе немножко оставим. Да, 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 да. Да, супер. Да, без лишней скромности скажу. Это вот новый релиз, он есть в продаже вообще? Он продается только в Дьюти-фри. А, в Дьюти-фри. Поэтому, ребята, когда куда-то полетите, да, когда куда-то полетите... А сколько там дьютики стоят? Насколько помню, около 70 фунтов. Ну, то есть, это где-то 100 долларов, 6 тысяч рублей, примерно. Выдержка сколько здесь, в годах? Без указания возраста. Анак, да? Да. Так называемые, да. Да, да. Выдержка, да. Популярная история, поэтому... Да, модно. Сейчас стало, ну, модно. Я понимаю, что открыли рынки, Индия, Китай, что они капают, скупают. Конечно, конечно. С чертям собачьим, поэтому просто произвести не урпевают. В Шотландии 5 тысяч человек. Ой, 5 миллионов живет всего, да? Ты никогда не считался. Ну, я не считал, что... Представляешь, открылся миллиардные рынки там. Ну, да, конечно. Ну, сейчас в Шотландии только больше стадульских заводов производят. Дестиллерий. Да вы говорите, модно. Не заводов. А то это будем... Дестиллерий. Ликеро-водочных заводов. Дестиллерий. Винокурин. Винокурин. Сидят, винокурят. Слушай, ну... После... Я думаю, после 46, заявленные 46, должны провалиться. Ваше здоровье, дорогие наши подписчики. Спасибо, что смотрите. Морсклуб и вот эти наши пьяные посиделки. Надеюсь, что подписчики сейчас, когда смотрят, занимаются примерно тем же самым, что и мы. Он действительно хорош, правда. Правда, правда, правда. Понравилось? А вот эти... Я сейчас хочу поймать эти 46, а они куда-то провалились. Слушай, надо делать вот так побольше. Нет, вру, 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 вру. Все провалились. Сейчас чуть-чуть под языком зажгло. Вот здесь не зажгло. Ну, конечно, ты меня сначала... Ну, так, чтобы это... Выбить из клеи немножечко. Это у тебя получилось. Так это же самое главное. Вообще нет. Сначала пух. Выбил немножечко из клеи. А потом, можно говорить... И у человека сразу обостряется внимание. Он намного лучше воспринимается. Слушай, я вот недавно ролик снимал с Сергеем, брендом Бругаля. Он сказал, что не закрывайте бутылку. Пускай она подышит. Вот что ты скажешь про виски? В данной ситуации надо закрывать бутылку или нет? Кому как нравится. Больше всего мне, кстати, нравится в этом релизе вот эта вот надпись. Как называть и как пить? Это ваше дело. Это, кстати, по поводу названия. Оператор, покажи это, пожалуйста, поближе. Вообще, называется так, но как правильно произносить и как пить, это... А ты. Ваше дело. Блин, какие ты молодцы. Нет, нет. Вот, да, вот я не люблю, вернее, как... Вот часто пишут, чувак, ты неправильно пьешь, ты неправильных бокалов пьешь, ты не так вот чмокаешь, ты не так вот нюхаешь. Ты слишком быстро проглотил. Да. Вот эта фраза... Конечно. Но зачем? Каждый пьет, как ему нравится. Главное, получать удовольствие. Если вы не получаете от этого удовольствия, то нахрена вы это делаете? Вот и все. Поэтому... Давно пришла, да? Замечательные слова... Включайте удовольствие. Замечательные. Вот, да-да-да. Насколько ты непосредственно, как ребенок. Эта бутылка... Эта бутылка... Не, пускай... Срочка. Пускай... Это... Капитан очевидность. Это бутылка. Ладно, пускай служит украшением стола. Давай достанем еще другое украшение стола. Давай. На сегодня, как я и обещал, мы попробуем то, что вы больше никогда нигде не попробуете. А еще? Да. Это то можно купить в дьюти-фри. А вот это вот в дьюти-фри не купишь. У нас есть такая история... Оператор, погляди поближе, пожалуйста. Дистиль-рекаск это то, что можно купить только на производстве. Соответственно, на заводе. Это уже открыто. Это бутылочка, которую я сам наливал из бочки. Сам наливал? Да. Это бочковая крепость. Одна бочка. И вот здесь вот только, только бочка из-под бордора. Если быть точным, 10 лет. Вот 15 февраля 2006 года спирты были залиты в бочку. Оператор, покажи, пожалуйста, что здесь про все от руки написано. То есть вот эту бутылку, ты был на кинтошином дистиллерии, и ты сам ее разлил. Там об этом написано как раз, что я ее налил. И налил, да? Тут написано Илюша Акинтошин. Вот. И коробку, мы тебе такую подарили. 20-го, собственно, сентября 2016 года я залил эту бутылочку. 58,8 грязи. И ты вот только берешь? Да, потом не выдержал. Все-таки на Москву должны это попробовать. Да, конечно, конечно. И вот здесь вот только бочка из-под венок. Только бордора. То есть это одна бочка была? Одна бочка, да. На самом деле, каждый желающий, кто посетит дистиллерию, может себе на память залить такую бутылочку, оставить автограф. А, то есть это функция, которая для тех, кто приезжает на экскурсию, сказать, чувак, хочешь, ну вернее, сколько это денег стоит, правильно? Ну, на самом деле, немного. Опять же, по-моему, так же, как вот это. Это услуга, то есть ты сам можешь себя налить и сказать, вот это моя бутылка эксклюзивная. Вот это твоя бутылка эксклюзивная. Ильюш, спасибо за доверие. Прямо день, когда разливают, обязательно пишут. Поэтому следующая бочка, вот тут только бордора, у меня еще стоит такая же бутылочка Ола Росса первого наполнения. Там 9 лет и 8 месяцев, по-моему. А сколько раз ты был на экскурсии? Дважно, дважды. Пока дважды. И все время на кинтоше. А зачем так? Там что-то новое и для чего? Ну, во-первых, да, иногда что-то новое получается. Ну, всегда что-то новое узнаешь для себя. Так или иначе, как книжку перечитывать. Или фильм хороший пересматривать. Обязательно найдешь что-то для себя новенькое. Также пробовать напитки. Ты находишь новые вкусы. Пробуешь вот опять же новые релизы, новая бочка. Ну, экскурсии для вас как бы делаются, собирают всех бренд-апассадоров? Нет, мы отдельно. Вот мы с моим коллегой Никитой Курочкиным ездили. Вдвоем первый раз, а потом я возил группу ребят. Сопровождал просто. Тоже показывал. Слушай, когда ты меня возьмешь с собой в экскурсию? Да надо, надо ехать. Надо, надо, надо. Слушай, а вот сейчас ему надо подышать. Потому что вот первый раз, когда я засунул нос. Ему или вам? Гад. Гад. Вот это выражение. Нет, коля далеко от винной истории просто. Да, вот это выражение, сколько напитку лет, столько он должен подышать в бокале. Да нет, ну, ждать 10 минут я не готов. Вот скажи вот это. Вот скажи. Нет, зачем? Зачем? Зачем так долго терпеть? Хватит это терпеть. Да. Ну, хочешь бухнуть, бухнуть. Да, вот эта надпись. Пейте, как хотите, произносите, как хотите. Да, конечно, как нравится. Опять же, главное получать удовольствие. Но получайте удовольствие аккуратно, тем более с такими напитками, которые крепостью 58 и 80 минут. Нет, ну это индивидуальная бутылка, которую ты хочешь. Ну, либо 46. Да, любой крепости. Это алкоголь, да, поэтому будьте аккуратны. Ну, давай, за наших подписчиков, дорогие друзья. За вас. Очень много интересного рассказал Илюша при всем непосредственности его отношения к риске. Очень интересно, полезно, и очень приятно было с ним попробовать Акинтошу. Ну, 56 твоего личного родственника. 58. 58, да. И 8. И 8 даже, да? 80. Ну как, хорошо я постарался? Охренеть. Он серьезно прям. У нас сегодня вот такие перепады по градусу. Всем, кто поедет, обязательно залить такую бутылочку себе на палец. Это очень крутая история. Нет, она и крутая. Вот ты сегодня на мне эксперименты делал. Сначала 86, потом 46, потом 58. Ну, качелики. А сейчас певком еще шлифанем после. Нет. Черт. Только не это. Нас ждут великие дела. Илюша. Что ты хотел сказать? Ты умной. Ты умной? Да. Согласна хрень какая-то. Вряд и получится. Ну, пожелай мне что-нибудь, вот, пожелай что-нибудь хорошего, доброго нашим подписчикам. Или вообще, смотри. Уважаемые подписчики, чего-нибудь хорошего и доброго. Точка. И вечно. Всем добра, счастья, получать удовольствие, больше улыбок, больше улыбаться. Ну, и пробовать хорошие напитки, не останавливаться, обязательно к ним возвращаться еще. Если вдруг вам даже что-то не понравилось, попробуйте через годик, попробуйте через два, вкусы меняются и вы для себя по-другому откроете тот или иной напиток. Вот. Как-то так. Как-то так. Дорогие друзья, с нами был Илья Акинтошин, именно так он у меня записан в телефоне. Если у вас какие-то будут вопросы, они наверняка будут, пожалуйста, пишите. И чем больше будет вопросов, тем больше будет поводов. Тем больше будет ответов. Нет, тем больше будет поводов приехать за ответами к тебе. И ты нам расскажешь, как мешать, что мешать, какой лучше, какой хуже. Ну, и как пить, ты меня уже научил. Ну, все, спасибо вам. Спасибо вам, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и отличные напитки. Отличные напитки, да, да. Отличные напитки в каждом доме. Еще тост будет. А почему бы нет? Давай. Ну, тост от тебя. Только чуть-чуть, Илюш. Ну, тут как рука дрогнет. Ну, что ж такое, блин. Бывают такие, блин, амбассадоры. Ну, я же не на работе. Ну, за вас. За них. И за вас. И за вас. И за вас. И за вас. Хорошего вечера. Кстати, сегодня же пятница. Хорошего вечера пятница. Будьте осторожны. Берегите себя. Обещаю выпустить этот ролик в пятницу. До свидания. До свидания.